Всем привет! С вами Мэл 2007. И сегодня снимаю полноценный обзор отеля Лелупе. В ресторане есть два места, где можно присесть. Это зал и веранда. Веранда не открытая, она застекленная. Тут есть каша, бекон, сосиски, грибы и фасоль в соусе. Яйца, варенье и сметана, картошка, омлет, оладушки, различный сыр, мясо, салатики, фрукты и йогурты, пять видов хлопья, немного выпечки, различные семечки, кокосовая стружка, изюм, ну и тортики. Вот так выглядит мой завтрак. Я взяла себе несколько оладушек и сухофрукты. Мое любимое клубничное варенье. Музыка Музыка В отеле есть закрытый бассейн с полноценным спа-комплексом, но есть и открытый, который работает в теплую погоду. Но в открытом бассейне не очень хорошие фильтры, поэтому вода там сильно грязная. В ней плавает различная трава, мухи, комары. Купаться в ней, честно говоря, нет никакого желания. Но мы пойдем в теплый закрытый бассейн. В бассейне есть три плавательных дорожки, джакузи, контрастный душ и две бани, а также бассейн для малышей. Сейчас мы пришли на ужин. Покушать здесь можно в двух местах. В большом общем ресторане и в маленьком отдельном, но тоже ресторане. Вообще ужин не входит в стоимость, но при въезде нам дали два купона по 30 евро на два дня, которые в течение этих дней нужно потратить. На эти деньги нужно наесть, то есть заказать себе блюда, которые будут стоить 30 евро. Короче, у вас есть 30 евро на ужин. Также у отеля есть своя детская площадка. Ну а теперь настало время показать вам наш номер. Проходите, а то вот сигнализация уже работает. Наш номер называется Club Family Room. При входе мы можем видеть вот такой вот шкаф. Это обычный шкаф, то есть сюда надо складывать одежду, а также здесь есть сейф. В общем, чего интересного. Проходим в нашу с Алисией часть комнаты. Это не отдельная комната, здесь нет двери, поэтому как бы вот так. Здесь у нас есть вот такая вот двухэтажная кровать. Тут наклеены красивые детские обои. В принципе, эта кроватка достаточно короткая, и иногда ночью у меня вот в этот вот забор упираются ноги. Также здесь есть вот такая вот красивая лампочка, которая еле включается. А на втором этаже этой лампочки, как вы видите, вообще нету. Здесь есть вот такие вот мешочки. Честно говоря, я не знаю, для чего, наверное, нужно складывать одежду. Это уже наш мешочек, то есть вот на эти вот крепления можно повесить все, что угодно. Также здесь есть вот такая вот коробочка. Проходим дальше. Здесь мы можем видеть вот такой вот красный маленький стол. То есть он мне буквально по колено, он очень низкий. А также очень маленькие стулья. Здесь висит вот такой вот встроенный телевизор. Проходим в ванную. Здесь есть одна вот такая вот небольшая раковина. Здесь сушилка. Здесь вот такое вот зеркальце, которое можно включить. Здесь висит вот такой вот душ. Фен. Душ, давай еще раз. Здесь висит вот такой вот фен. Здесь у нас лежат полотенца. Вообще изначально и было четыре больших и четыре маленьких. Вот в таких вот коробочках лежат шапочки для головы. Здесь стоят шампуни, гели для душа и все такое. Всего их было, по-моему, шесть. Остальные стоят в душевой кабине. Здесь находится унитаз. И еще одна сушилка, которая уже прям горячая. Здесь находится душевая кабина. Дверь в душевой кабине открывается сюда и туда. Воду здесь можно включить так, чтобы она лилась сверху и снизу. И также здесь стоит одна мусорка. Проходим в большую комнату. Здесь уже есть дверь, то есть тут можно закрыться. Нескрипи, моя дорогая. Я же сказала, не скрипи. Дверь скрипучая. Здесь есть вот такой вот рабочий стол, но он, наверное, не совсем рабочий. И в основном тут мы пьем чай. Тут есть вот такой вот маленький чайничек. Также тут четыре кружки. Уборщицы каждый день, когда убираются, кладут чай. Пускаемся чуть ниже. Здесь есть холодильник. Он не особо холодный, поэтому рекомендуется сюда класть только напитки. Здесь есть небольшая полочка. Здесь есть три разъема для розеток, в один из которых втыркнут шнур от вот этого торшера. Один свободный, а другой для, по-моему, USB-зарядки. Здесь вы можете видеть большую двуспальную кровать. Около нее с каждой стороны находятся вот такие вот полочки. Здесь есть вот такой вот телефон, с которого можно позвонить в другой номер или на ресепшн. Торшер, который, скорее всего, включается не здесь. И не здесь. А вот здесь. А, нет, этот фонарик вот этот. А как же вот это включается? Неизвестно. Здесь такой же самый встроенный телевизор, как и у нас в комнате. Здесь такая же самая полочка, как и вот там. Здесь можно включить кондиционер. И теперь проходим на балкон. Мы живем на пятом этаже. Балкон у нас достаточно большой. Здесь вы можете видеть два стула, на которых сейчас у нас сушится одежда, потому что сушилки такой большой для улицы, ну, то есть для балкона, не прилагается. Здесь есть вот такой вот небольшой столик. Он, опять же, очень маленький, как вы видите, он у меня по коленам. Посмотрите, какой у нас длиннющий балкон. Это за счет того, что у нас номер прямо по соседству за служебной лестницей. И мы можем смотреть на то, что здесь происходит. Вот такой вот у нас вид. Ну и, в принципе, на этом все. Извиняюсь за то, что я закрываю свои глаза, просто очень ярко светит солнце. Всем пока, с вами была Мэлдот и Сим. Также отсюда тоже немножко слышно электричку. Я нашла идеальное место, где не светит в глазах. Так вот, я надеюсь, что вам понравилось это видео, вы поставили лайк и подписались на мой канал. Вы узнали все, что хотели о отеле Лелупы Байси Марах. Всем пока-пока!